МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Активно резервируют номера на сентябрь и октябрь, и мы уже получаем запросы на 2018 год. Так описывает ситуацию владелец одного из греческих отелей Монаполис Пападакис. Правительство Греции ожидает, что успешный туристический сезон сделает свой вклад в поддержку экономики страны. По последним оценкам, в 2017 году рост ВВП составит 1,8%, во многом благодаря туристам. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2010 году греческий туризм вносил вклад в ВВП страны на уровне 15,5%. В прошлом году этот показатель уже составил 18,5%. Согласно прогнозу, до 2027 года рост вклада туристического бизнеса в ВВП Греции будет увеличиваться на 4,5% ежегодно, что заметно больше, чем запланированный рост экономики в целом, отмечает Handelsblatt. По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям, к 2027 году денежные поступления от туризма в Греции вырастут с 14,5 миллиардов долларов в прошлом году до 24,5 миллиардов в текущем году. Больше всего Греция традиционно принимает туристов из Великобритании и Германии, но в последнее время страну очень полюбили китайские туристы. В прошлом году Грецию посетило 150 тысяч гостей из Китая, но уже в 2017-м эта цифра может составить почти полтора миллиона человек. Грузовой водный транспорт принято классифицировать как один из наименее вредных для окружающей среды с точки зрения объемов загрязняющих выбросов. Особенно суда выигрывают в сравнении с автофурами. Европейские специалисты ищут пути дальнейшей экологизации этого вида перевозок. Так, румынский оператор речных перевозок по Дунаю присоединился к европейскому исследовательскому проекту в надежде сделать свои суда еще более зелеными. Цитата. «Мы обязаны модернизировать наши суда, иначе нас вытеснят с рынка. Они должны отвечать требованиям ЕС по объему выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе оксидов азота, по уровню шума и прочего», — говорит Тиганус Каталин, директор компании «Навром». По оценкам специалистов, подходы к повышению экологичности речного и автотранспорта схожи, однако видов грузовых судов больше, чем моделей грузовых машин. Это осложняет организацию исследований для транспортной отрасли. Цель проекта — добиться снижения объемов выбросов и разработать технологии, которые будут универсальны для всех типов судов. Эксперты не рассматривают всерьез варианты замены дизельных двигателей. Судовой мотор рассчитан на работу в течение 40 лет и больше. Оптимальным способом остается фильтрация, позволяющая задерживать частицы пыли и не сгоревшие углеводороды. Еще один способ добиться сокращения расходов — использовать меньше топлива. В завершении Евроньюз заключает. Речные грузовые суда могут стать хорошей альтернативой грузовому автотранспорту. Меньшая нагрузка на дороге, отсутствие пробок позволит сократить загрязненность воздуха. Более 600 килограммов метамфетамина конфисковано в результате совместной операции, проведенной полицейскими Китая и Филиппин, передает Russia Today. Обезврежена крупная преступная группировка. События развивали следующим образом. В начале мая в китайской провинции Фудзян по подозрению в трансграничной торговле наркотиками были задержаны 12 человек. На прошлой неделе стало известно, что двоим находящимся под стражей ранее удалось спрятать наркотики в принтерах, которые уже прошли процедуру таможенной очистки на Филиппинах. Китайская сторона передала информацию Филиппинам. Полиция островного государства провела рейд в городе Виленсуэла, задержала подозреваемого и изъяла скрытый в оргтехнике метамфетамин. Это дело стало крупнейшим после подписания в октябре прошлого года между соответствующими ведомствами двух стран соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком. Группа исследователей из Чешского технического университета в Праге разработала алгоритм, основанный на искусственном интеллекте, который может стилизовать видео под определенные изображения, загруженные в программу пользователей. О принципе работы алгоритма рассказал один из ведущих авторов проекта, профессор Даниэль Секора. Алгоритм использует образец изображения, например, фото бронзовой статуи, и сопоставляет его с лицом человека во время разговора. Цитата. «Этот новый метод позволяет, используя непараметрический синтез текстур, стилизовать лицо на видео, чтобы оно соответствовало образцу, картинке или фото», рассказывается в промо-ролике. Как подчеркивает издание, Snapchat, Facebook и Instagram уже работают над созданием подобных алгоритмов. Однако проект чешских исследователей выделяется скоростью работы и точностью наложения фильтров. А приложение Prisma, например, имеет фиксированное количество предварительно запрограммированных стилей видео. Исследователи представят проект на ежегодной конференции по вопросам компьютерной графики, SIGGRAPH, запланированной на лето 2017 года в Лос-Анджелесе. Редактор субтитров А.Семкин